Это же утренняя позорка на Freedom FM, и вы, наверное, слышите вот этот голос на бэкграунде. Это Серёженька. Серёженька дозвонился. Да, да. Да, потому что, как мы, собственно, и анонсировали, в хорошем смысле слова, предыдущий час, а вот мы сейчас будем разговаривать с Веркой Сердечкой, он же Андрей Данил. Так, ты готов вообще? Конечно, я хотел просто немножечко анонсировать, что это украинский актёр, певец, композитор, юморист, пародист, режиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий, наконец-то народный артист Украины. Ну, конечно же, все знают, но ты же понимаешь, конечно. Вы, бабушка, мы же пионеры, мы должны отозваться, правильно? Так, алло, как нас слышно? Слышно прекрасно. Доброе утро, Америка. Доброе утро, доброе утро. Сколько там времени сейчас? Сейчас 6 вечера, да? Андрей? У нас сейчас начало 5-го, у нас идёт дождь, но очень хорошая погода, я сижу на Хрещатике, вот ждал вашего звонка, у вас утро, и это самое любимое моё время в Нью-Йорке. Я обожаю утро. Да, да, да. Надеюсь, что вы ещё и наш студию посетите, потому что у нас фантастическая крыша, с которой открывается шикарный вид на Манхэттен, на Бруклин. Вот здесь утро в Нью-Йорке встречать просто прекрасно. Ну, а с вами это будет ещё прекраснее, у нас есть немного времени и много вопросов, да, Серёг? Вопросов, по-моему, у нас на самом деле очень много. Конечно же, вот сейчас мы узнаём, что впервые за 10 лет, собственно говоря, у нас концерты, концерты по всей Америке. Очень, очень давно не было, очень давно не было. Вы знаете, мы были крайне разумно, мы были на премьере фильма «Спай», и вот я тоже думал, ехать, не ехать, это американский фильм, я не знаю, вы смотрели его? Конечно. С милицией Маккар, да, с милицией Маккар. Мы случайно туда попали, я так был сам удивлён, и мы приехали, красная дорожка, это всё, Стэтхем, знаете, Джуд Лоу, и такая необычная была обстановка. Мы так всё думали, ну как это происходит, красная дорожка, и выступление у нас было в Плазе напротив Этол, да, вот этот... Да-да-да, это Плаза на 5-й Веню знаменитый. Да-да-да, я думаю, боже, сюда Битлз приезжали, этот «Один дома» снимали, думаю, какое же там будет царство, да. Я смотрю, боже, это всё так, знаете, какая-то, есть даже в интернете, можете зайти посмотреть, ну такая какая-то, как будто в библиотеке, это всё ни света, ничего. И, конечно, мы там что-то три песни спели, они кричали больше, потому что они не ожидали такого выступления нашего, мы там не подстраивались там ни на английском, я плохо говорю вообще, вот, и такие междометия, ну там шампанское, там они так... И они кричали, чтобы ещё и ещё, но мы как бы три песни спели, всё будет хорошо, потанцевали с Пол Фигом, с Милицией Маккартни, то это был такой последний визит к вам туда. Но такой яркий, такой яркий. Я очень скучаю, потому что я очень люблю Нью-Йорк, мне очень нравится придумывать в Нью-Йорке, меня никто там не узнаёт, я хожу в тапочках гостиницы, эти белые, я их обожаю. Я какую-нибудь куплю шапку, вот эту, знаете, в этих туристических магазинах китайских, какую-то дурную, с инкой, и мы как два придурка ходим, значит, нас никто не смотрит. Ну, потому что таких же ещё целая толпа кругом. Да, да, и момент того, что мне нравится, мы никогда не ходим в рестораны, мы заходим в эти китайские салат-бары, ну, для экономии времени, и мне так первые дни кажется, это вкусно, на третий день это ты, конечно, уже на него смотреть не можешь, но Нью-Йорк обожаю, прямо так хочу, чтобы у меня было время и к вам зайти, я думаю, у вас шампанское есть, и просто полазить у вас. Ну, мы найдём, мы найдём. Ради такого случая, конечно. Где-нибудь в некий шампанское отроем, но... Обязательно ждём, конечно же, к нам в студию. Не знаю, с трудом вериться, потому что слушатели наши уже пишут, вот, Андреевы, вам огромный привет от нью-йоркцев, и от нью-йоркца от меня, вы мой любимейший артист. Уж не знаю, мне кажется, тут среди тех, кто нас слушает, много людей, кто вас узнает в любой китайской шапке. Здравствуйте, Андрея, я безумно счастливый его концертом. Наконец-то, наконец-то, здоровья, счастья вам и всех благ. Да, всё, уже приглашают в конкретный ресторан, уже абонент 6699, приходите в наш ресторан, я тут бухгалтер, накормлю. Всё, в общем, приём обеспечен. Да, уже все готовы, все, конечно же, ждут, все заждались, столько лет не было, и, конечно же, все очень хотят, очень хотят. Ребят, я вам скажу, знаете, когда говорят по поводу среди, там, концерт, что будет, там. Я говорю, ребята, у нас никакой не концерт, люди идут к Сердючке на атмосферу. Я специально ухожу от этих, даже когда вот пишут, а пишут, мне, конечно, нас раздражает, когда начинают, там, последний романтик, там, Валерий Милазов, программа «Сахара» не надо. Зачем это писать, что устаревшее? Сердючка – это Роллинг Стоунс. Приходите, и эта атмосфера, это не про песни даже, не про шутки. Вот берите с собой флаги, какие-то звёзды из фольги, делайте. Тут главное, чтобы вы включились в игру, и получим друг от друга удовольствие. Правильно, тем более, что можно же стать частью этой атмосферы, правильно? Да, конечно, это не просто услышать. Я вам хочу сказать, вот я сейчас, бывает, часто включаюсь в подобные эфиры, и вот я хочу, это уже такая традиция стала, хочу обратиться ко всем слушателям, кто там любит Путина, эту всю историю, говорю, о путинскую политику, да, к нам на концерт не приходить. Вам не понравится. Ну, вообще, было бы странновато, на самом деле, таких людей увидеть и услышать. Хотя здесь, ну, я думаю, что Андрей об этом знает, позиция у людей, которые нас слушают, в 99-9 десятых случаях одинаковая. Поэтому здесь об этом спорить не приходится. Самый атмосферный плакат, который я видел, наверное, вот сразу следом по атмосфере концертов в Верке Сердючке, это был у Носкова, значит, была программа «Дышу тишиной», называлась, вот, и был огромный плакат «Дышу тишиной Носков». Я просто думал, ну, это невозможно придумать, просто крупными буквами «Дышу тишиной» и просто «Носков». Ну, то есть люди хотели как лучше. Да, это они сумасшедшие. Вот, нет, конечно же, конечно же, мы придем все за атмосферой и за состоянием, в которое погружаешься. Нет, ну, мы там точно будем, приглашаем официально. Всех-всех-всех радио. Во-первых, всех-всех-всех на концерт, а вас конкретно сюда к нам, в наш студию. Она крутая, теплая, навороченная, куча техники и фантастическая крыша, где потрясающе можно вот в китайской шапке постоять, полюбоваться городом. Вот, давайте, мы с удовольствием, ребята. Все, все. Мы с удовольствием. Но еще вопрос. Вам не желаю... Да. А, давай, не спрашивайте. Не, интересно же поговорить про тур. Не, наша воля, мы-то целый час не отпустим. Конечно, нам очень приятно общаться. Интересно поговорить про тур. Вот, вопрос, будете ли вы в Майами, да, то есть там есть ли планы какие-то, может быть, отдохнуть немножко. Там любимые места. Да, есть ли там любимые места. Вы знаете, я вам скажу, может, это, конечно, некрасиво говорить, но вот я все города помню, мы же там ездили много, и длинные какие-то поездки были. Единственный город, который я вообще не помню, это Лос-Анджелес. Вот я его не помню, потому что или меня накануне споили обязательно, я сплю, или после концерта уже темно, нас куда-то везут, это чаще всего в Сан-Франциско, я никогда не мог увидеть эти буквы, ну, которые написаны Голливуд. Я думаю, наконец, я сейчас не выпиваю ничего, я думаю, наконец, я сфотографируюсь, вот такая, знаете, вот открытка, вот мы с Инкой станем, как два придурка, сфотографируемся на фоне Голливуд. Ну, надеюсь, следующий приезд именно в Лос-Анджелес, он будет и веселым, и трезвым одновременно, это сложно. Ну, не факт, не факт, бывает. Ой, не будем загадывать. Но удивительно, что я всю Америку облетал, и для меня тоже очень странное впечатление, всегда LA производил и производит. Это нечто отдельное. Это очень странные вибрации там у меня, не знаю, не мое это. Оленька пишет, обожаем Андрюшку, обязательно пойдем на концерт. Ну, слушайте, конечно, как можно пропустить такой концерт, друзья? Да, 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 обожаю, у нас все, сердючко, гарантия веселья, суперхороший настроение, тут же были люди, которые бывали на ваших концертах, вот, поэтому тоже гарантируют, что все будет классно, в чем мы, собственно, тоже несливаем. Знаете, у нас был такой случай, тоже не буду говорить страну, что-то я был такой разозленный, и что-то вот вижу какой-то ряд, вот все танцуют, как бы думаю, ну, успокойся уже. Ну, знаете, все-таки дороги, переезды, и какой-то вот один ряд сидит, и я на них прямо говорю, что вы сидите, как пенсионеры, как колясочники сидят, они тут расселись, а они говорят, мы колясочники. Ой, так неудобно, да. Ну, бывает. Они не обиделись, они не обиделись, поняли, что я плохо вижу, и, пожалуйста, мою господи, простите. Да, каких только курьезов не случается. Это сказал Сергей Франц, что он тут, тут уже, ну, шмалял курьезов. На курьезе сейчас тоже всякое бывает. Так, ну что, надо напомнить, Андрей, когда ждать, на что настраиваться, куда идти, потому что два билета на концерт, на самом деле, мы сразу после того, как положим трубку, будем разыгрывать. Да, смотрите, надо настраиваться. Я бы хочу тоже предупредить, такая вот, как бы, есть, ну, говорят, нам часто там и цветы, но это тоже, ну, я хочу сказать, что там очень много поклонников у Сердючкиной мамы нашей, да, она такая, значит, тоже стала звездой. И кто хочет ей подарить цветы, пожалуйста, не надо ей покупать цветы. Она цветы не пьет. Мы делаем это объявление, потому что она не знает, куда их девать. Так что приходите с шампанским, делайте звезды из фольги, берите флаги и подурачимся. О, флаги, шампанское и звезды из фольги. Правильно. Пускай, пускай будет не одна, не две звезды, а тысячи звезд на этом концерте. Конечно. Да, у вас есть еще время. Я могу сказать даже, у меня есть некоторые даты в Майами 18 апреля, в Нью-Йорке 23 апреля. Благотворительный тур в поддержку Украины. Все, вот ждем, кто запомнил даты, сейчас будем разыграть прямо после интервью два билета на концерт. Да, все подробно еще расскажем для тех, кто свой билет не купил. А Андрея перед концертом ждем с огромной радостью у нас в студии пообщаться вживую. Шампанское готово. Шампанское. Звезды тоже сделают. Да-да-да, не забудьте. Тем более у нас есть один из наших постоянных слушателей, Андрей Марыч, тезка, который домашний гонит, причем такого качества, что прямо страшно подумать, вдруг сейчас решат, что это реклама. Так что выбор будет, выбор будет абсолютно. А мы что, благодарим? Огромное спасибо, огромное спасибо. За то, что нашел время прямо с Крещатика выйти в эфир. Да, ребята, у нас хотя тут дождь такой, ну такая очень какая-то прекрасная атмосфера, очень так спокойно, слава богу, прилетели ко мне на окно вот голуби, Анжела, там Славик, какие-то я их называю, их там подкармливают как бабушек. Но я хочу вам сказать, вот вы знаете, я, все вот ребята, все подготовленные, мы сейчас прямо на чемоданах все собирают, все таблетки, крема, приехать к вам и до встречи, вам хорошего дня, вот, и всего самого хорошего, было приятно очень. Спасибо огромное. Взаимно, взаимно, спасибо, спасибо большое, Андрей, ждем, ждем, не дождемся. Вот, и два билета на концерт Верки Сердючки будем разыгрывать, да, так, кладем трубочку. Все, спасибо. Ну, мы-то можем, конечно, да, хоть целый час общаться, вот, а очень много сообщений мы видим, мы видим, уважаемые слушатели, попробуем, ну, видите, все, уже Андрей пообещал, что он к нам в позорьку заглянет лично, когда прилетит. Мы спросим, мы обязательно будем ждать. Так что у вас будет еще возможность своих вопросов позадавать, сейчас просто у нас было немного времени. Это у нас здесь пивное шоу, а это будет шампанское шоу. Это будет шоу-мимоза, традиционная американская вот эта мимоза, когда с утра ты смешиваешь сок и шампанское. То есть это именно вот этот утренний утонченный алкоголь. У нас здесь как раз четыре микрофона для, вот, собственно говоря, Андрея и мамы, для Сердючки и ее мамы. И для того, кто цветы не пьет, вот, поэтому все, вы знаете теперь, с чем приходить на концерт Верки Сердючки, вот, а теперь осталось сказать, за что мы, собственно, два билета разыграем. Вот смотри, Данил Клычек креативный. Так. Правильно. Пишущий. Более чем. Творческий. Более чем творческий. Я вот знаю абсолютно точно по себе, что вот когда появляется какая-то, вот, какой-то маленький, не знаю, маленький кусочек вдохновения, маячок, эмоция, какие-то слова, фраза, где-то там, которые витают в воздухе, повисло, и тебе ее дают конкретно. Вот знаешь, как увидел кого-то, захотел про него песню написать, увидел что-то. Вспышка. Давай мы эту маленькую вспышку подарим сейчас и с помощью наших слушателей, с помощью наших слушателей, придумаем название новой песни для Верки Сердючки. У-у-у. Вот это. Вот смотри. Представляешь, она приходит к нам в студию, а у нас уже есть варианты названия песен. Мы уже обсуждаем. Конечно. Мы прям в студии сделаем, забабачаем новый хит. Помнишь, как на кастрюлю мы идем со шляпой? Да. Просто дрынь, дают название песни и погнали. Ну-ка давайте, вы какие-то классические песни Верки Сердючки знаете, даже те, кто не слушает Данику, может быть даже и не знает настоящего имени этого артиста, но песни точно знают и слышал. Каждый Новый год мы их слушаем, эти песни. Когда у нас праздник, да, или еще что-то. Это праздник души. Вот коротко, это всегда праздник души. Ты включаешь, и у тебя сразу, тебе хочется двигаться, танцевать. Это действительно атмосфера. Итак, на номер, подожди, не возбуждайся так, подожди, дожди с конца апреля. Я уже колбасит. Итак, на номер 347-201-0410, 347-201-0410, пришлите название новой песни для Верки Сердючки. Итак, новая песня, давайте, как она будет называться, ну там, или о чем, вот просто давайте покреативим, какой еще песни не хватает в репертуарном листе. Ее, естественно, мы учитываем, что это всегда должно быть весело, креативно, остроумно. О чем-то бытовом, обязательно, да, то есть это всегда что-то из жизни. Я иду такая вся в Дольче Габбан, это целая картина Пикассо. Да, да, и два билета на концерт получите за это, собственно, сразу после эфира личного. Я вот возьму сейчас и прочитаю вот то, что мне написали. Ну, давай прочитаю. Вот горячий антидепрессант и просто убийца плохого настроения едет в Америку. Легендарный персонаж Верка Сердючка выступит для вас в Майами 18 апреля и в Нью-Йорке 23 апреля в рамках благотворительного тура в поддержку Украины. Верка Сердючка и бэнд – это огромный коллектив музыкантов, исполняющих энергичную и колоритную музыку, пока сама Верка Сердючка зажигает зал своими песнями и шутками. Побывать на шоу Верки Сердючки просто заходите на сайт bamon.com и покупайте билеты. bamon.com Пара-бара-бам.